меня зовут алена я сегодня буду ведущей и рассказывать вам вести этот разговор и задавать вопросы олега олег у нас занимается массажем и у него есть некое свое видение веры некое свое представление о том какие есть существуют ауры у человека и более подробно мы сейчас об этом расскажем первый вопрос звучит следующим образом олег когда делает массаж утверждает о том что руками он ощущает некие субстанции которые рядом находятся с человеком у каждого человека в этом мире есть такие вот ауры расскажем более еще подробнее и наглядно в этот раз какие ауры и на какой из аур может ощущаться вот эти посторонние силы ну да просто бы тоже обширный любишься прямо обширно тему захватывать ну как вы знаете меня зовут олег лавгодвин да если что про аура говорит что я вот давай тогда вот начну с того что почему это называется меня это ось терапия для лидические слова ось это ось да какая-то прямая почему это вот такая новая наука она немножко отличная от остеопатии пусть его пальцы там два слова ось это кость патия болезнь то есть это изучает патологии костей вкусно-связочного аппарата то что мы слышим об этом посиненной жизни да 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 это точно на слуху это слово а это новое слово во-первых не патология а терапия то есть лечение до повторить лечение относительно оси и в-третьих т.о. т.о. это божественное божественное лечение может это божественное а имеется ввиду божественная ось некоторая почему она божественная она вот отсюда у тебя вопросов связан с религиозными там всякими делами я на самом деле не ортодоксальная приверженность никакой религии или потому что их все их изучаю одновременно и в каждой из них нахожу что-то полезное то что можно применить здесь и сейчас такой поиск применимо для нас в нашей жизни прямо сейчас они когда-нибудь там после смерти вот что я применяю вот находится на этой оси человек вот у него на этой оси у тебя расположен позвоночник соответственно он должен прямой тогда будет отлично проходимость и нервных связей и ликвара как в котором находится на до энергии находится мозг он соединен с мозгом спинным да еще есть брюшной мозг они все тоже оцентрованы относительно какой-то вот эта оси да и вот этот спиной мозг и головной мозг они плавают некоторые жидкости ликвар называется изменение давления которые только на доли микрон уже может повлиять на то что человеку станет плохо либо там главной боли мигрени и так далее если туда попадет какая-нибудь бактерия тоже уже сразу там какие-то доли микроны бактерий или миллимиллимоле какие-то уже тоже будет человеку очень плохо и соответственно растягивая выбирая блоки в мышцах мы даем свободу позвоночнику до убирая функциональные зажимы и блокады всякие в костно-связочном аппарате это второе второе применение мы тоже граем всякие блоки и потом доходим до того что убираются нервные окончание вот эти всякие зависимости до зрению человека даже лучше становится убираю и так далее там лучше связки работают и как бы получать следующий этап 3 это выбирание блоков энергетических у нас есть чакры рисуем красным как правило до 1 промежность зоны которые находятся которые наверное люди слышали когда ходили если на йогу да на йоге участвовать восточные культ и индийские всевозможные они все про не говорят там видно да я думаю всем то есть говорят обычно про 7 основных чакр и как бы на этом почему-то останавливается всех на самом деле их очень много вот получается раз два три я подробно про них не буду говорить о социальном изначале до четвертое это получается сердечно она как бы вообще должна быть очень сильно развить если он хочет быть связан с богом и когда мы проверяем верующих людей я не против веры я за я занял такой если некоторые пусть как бы дальше я как бы как исследователь нашел что вера на чем-то ограничиваем человек но есть тут дальше об этом я потом расскажу а вот сейчас когда я проверяю этих людей да у них сердечек очень развито может дышать вот так объемно и когда я приходил к сердечковской галереи к картине рублёва ну всем известным иконам от нее прямо тоже идут вибрации именно сердечный чакр вот эта картина настолько она заряжена энергетикой понимаешь этот вопрос потому прошлый раз я спрашивала а предмет они тоже энергетик обладают конечно обладают только какие-то более заряжены какие-то менее заряжены 5 6 нет 7 горловая чакра 3 глаза так скажем в центре головы находится в шишковидной железе и 7 она как у нас головы находится примерно 7 8 10 вот это основные чакры то есть мы выстроим опять же по оси далее на них насаживаются коконы наши вот давай беремся про тело вот почему-то альфа топ это соответственно академия телесно-ориентированных практик тело мы имеем ввиду не только физическая наша да но еще и у него есть второе тело это вот такая вот свечение как бы я правильно понимаю для тех людей которые этим вопросом никогда не занимались и и для них например сейчас первый раз они слышат о том что есть некие чакры человек их никак не может ощутить они каким образом были найдены учеными или просто с чего вообще взяли что есть человек эти чакры но есть такая наука эзотерика она как бы говорит о многом то чего людям пришло знания такие пришли как бы ниоткуда либо какие-то великих предков достались либо там это мантинца на богу и так далее вот они просто есть и есть классическая наука естественно все это отвергает потому что не было поставлено фактического опыта закрепленного многими экспериментами но даже лет двадцать назад то есть эти чакры они связаны с медианами с энергетическими узлами и многим конечно кажется что странно что они вот в воздухе находятся на самом деле их много еще основные чакры покажу вот здесь они на каждом суставе находятся на каждом фланге пальца и и об этом где написано здесь есть писание их как-то ощущаешь я ощущаю да но не все я стоящие основные здесь получается еще до ощущаешь это вот эти подмышлены каким-то образом по другому чувствуешь да 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 руками до глазами я их не вижу их лишь руками может закрытым глазами вот так вот раз настраиваешь на человека на расстоянии ну любом расстоянии обычно здесь уже подключился вот буквально до минутка идет на подключение и дальше вы можно на расстоянии вот я уже чувствую твой коком этот 1 такой метр средний это средний до средний нормальный коком и главное что он есть аура так ты еще другие опросы задаешь скажи еще раз как я чувствую вот я чувствовал этим полем вот я нарисовал зеленый цвет к сожалению че-то сегодня не рисуется есть вот вокруг головы может быть такое свечение есть люди которые видят даже глазами если у которых рентгеновское зрение но в принципе увидеть ауру и увидеть вот это свечение ним по кругу головы можно невооруженным глазом а вот этого свечения есть фотоаппараты которые вот это все снимают все это будет светиться в пространстве и это у нас получается первый слой второе тело второе тело энергетическое получается потому что он тоже нас все окутывает я получается вот вижу три чувства именно вот этим слоем развил тебе за скажем 6 чувство 6 орган чувств когда я этим полем воздействием другое поле соприкосновение 3 чувства есть получается третья аура примерно метр круг человека она еще из более тонкой материи которые практически приборы не могут зафиксировать но сейчас появились те которые в 3d снимают этого вот это на фотоаппарате тоже увидим на специальном при специальных съемке специальными фильтрами ауру тоже видно фото есть замерение ауру электромагнит на замерение там по точкам фоли и заменяют там есть много разных пользоваться сейчас современных но я тоже можно как бы зарегистрировать по поводу чат это спросила а как их ученые фактически доказали где-то примерно лет двадцать назад нашли тончайшие я даже не знаю какие нервные волокна энергетические в теле человека которые в 1000 раз тоньше волосы представляешь они идут по всем нашим мышцам органам и связкам в основном связкам суставов и у них есть места узловые где они там скрепляются вот эти узловые места оказывается совпадают с этими чатами что это практически доказали что оно есть оттуда собственно и идет это излучение а сейчас про излучение отдельно расскажу а теперь мы поняли что такое чатра что они доказаны получается уже научно люди увидели что есть некие связки из которых идет распространение энергии получается да 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 распространены то есть мы вписаны получается вот этим чаком дальше каждому продолжу в некоторую матрицу которая я даже не знаю сколько там 200 может и больше даже какие-то я поясню олег у нас рисуют чакры которые существуют у нас в самом теле надо телом над головой и дальше следующем слое энергетическом да и они как-то структуру такую там